Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон не может поверить тому, что он услышал из уст Дилана, и, пытаясь стряхнуть шок, Дилан умоляет его, не делая этого, пожалуйста, не сдавай его полиции. Баран велит Ферату собрать мужчину дверей, а эта женщина даже не выйдет наружу, пока я не приму решение. Когда господин Кудрет говорит «мой сын», держа Дилана за руку, они говорят «мы поговорим в особняке, папа» и уходит. Госпожа Кадер плачет «как ты мог так поступить с Гулем? Какие мечты у меня были для тебя, которые были скрыты от меня?» Роуз плачет и умоляет мать, но не может заставить ее слушаться. Пока Джефдит знакомит Ясмин и Харона, оказывается, что они встречались раньше. Они приходят на пляж с Бараном Диланом. Баран злится и говорит «ты давно знал, почему ты мне не сказал?» Дилан говорит, что я только что выучил это, но как я мог вам сказать, если сам не мог это переварить, это было очень сложно. Когда Бэрон отвечает, что ты мне не доверяешь, Дилан говорит «я застрял между вами, дело не в доверии, я не мог выбирать между вами, поймите меня». Когда госпожа Азади спрашивает пришедшего в особня в кудре Табея о Баране, она не получает ответа. На этот раз госпожа Азади останавливает Феррата и спрашивает его. Когда госпожа Азади говорит, что она наш враг и должна сидеть в тюрьме, Феррат говорит, что все изменилось и госпожа Сабиха – настоящая мать Дилана. В то время как Дилан говорит, что он не может причинить вред своей матери, Баран злится, говоря, что женщина сильно тебя пытала, поэтому она испытает то же самое и забрала тебя у меня. Он спрашивает Дилана, даже если она твоя мать, как ты можешь простить ее после всего, что она с тобой сделала? Дилан говорит, что я не знаю, простил ли я его, но зная только то, что он очень сожалеет об этом, его же наказывает, пожалуйста, не отдавайте его полиции. Баран злится, говоря, что он сделает все, что должен, и они отправляются к особняку. Хотя госпожа Сабиха винит себя в том, что не послушала Дилана, я не смог защитить ее, это все моя вина, с другой стороны, она переживает, что будет очень плохо, если Дживахир узнает. Тем временем Шаир сообщает Дживахиру, что мать Дилана – Сабиха Ханем. Дживахир становится очень счастливым, когда слышит это, и говорит, что пойдем поздравить Сабиху. Пока Гуль плачет, к ней приходит Ферак и спрашивает, что случилось. Тогда Гуль говорит, теперь моя мать все знает, как мне заставить ее простить ее. Ферак подбадривает нас и утешает, говоря, мы как-нибудь сможем себя простить. В то время как госпожа Азади злится на Дилана, думая, что он сотрудничает с ее матерью, Хасан говорит, подожди, мама, может быть, ситуация не такая, как мы ее знаем. Пока госпожа Азади жила в особняке, ты следил за ней повсюду, эта женщина опасна, даже я не могу тебя спасти, говорит он Хасану. Когда госпожа Азади уходит, Хасан молится, чтобы госпожа Сабиха не рассказала Барану то, что она знает. И он думает на всякий случай подготовить паспорт. Когда Баран и Дилан приезжают в особняк, у двери их встречает госпожа Азади. Когда Баран отправляет Дилана в комнату, госпожа Азади говорит, правда ли то, что я слышала. Эта женщина должна быть наказана, кем бы она ни была, это не только ваше решение, Баран идет в кабинет. Джавахир также планирует в ближайшее время разогнать Карабеев. В гневе Баран бросает все на стол в своем кабинете. Затем он в гневе покидает комнату. Пока господин Кудрет сидит в беседке, приходит Дилан и хочет немного поговорить. Дилан говорит господину Кудрету, Баран меня не слушает, если ты ему скажешь, он тебя послушает, прости госпожа Сабиха. Господин Кудрет говорит, что я ничего не могу с этим поделать, мой сын чуть не умер, он из-за него нанес нашей семье много зла. Дилан говорит, что я не могу смириться с тем, что она со мной сделала, но в конце концов, она моя мать, и я не хочу, чтобы она попала в тюрьму. Господин Кудрет, это мое мнение. Я не знаю, что решит Баран. Извините, но впервые мы с вами не на одной стороне. Харон и Ясмин спорят рядом с Джевдетом и Цеврией и рассказывают Цеврии и Джевдету, как они встретились. Баран приходит в дом Гэжи Сабихи, и когда госпожа Сабиха приветствует меня, я очень сожалею о том, что произошло, Баран злится. Госпожа Сабиха объясняет свои сожаления и говорит, что для себя я неудачник и испытываю внутри себя величайшее наказание. Баран кричит, я здесь ради Дилана. Я хочу спросить его о том, что он с ним сделал. Поговорите с ним о том, что он сделал и где он держал его три месяца. Когда госпожа Сабиха спрашивает, вы действительно хотите это знать, Баран говорит, отвезите меня туда. Когда госпожа Сабиха ведет ее к своей двери, Баран открывает дверь и входит. Когда он видит цепь в комнате, он поворачивается к Сабихе Ханым и спрашивает, ты приковала его. Госпожа Сабиха не может ничего сказать и плачет, глаза Барана наполняются слезами. Когда Баран спрашивает ее, как вы могли причинить ей вред, госпожа Сабиха плачет и говорит, я делала вещи и похуже, мне так стыдно, я так сильно ее обидела. Когда Баран спрашивает себя, как он вынес столько боли, он отвечает, что госпожа Сабиха терпела это из любви к тебе. Баран покидает это место с болью от услышанного и приходит в особняк. Когда Джихан подходит к Дилану один и просит отчет, Баран слышит, подходит к ним и ругает Джихана. Когда Джихан уходит, Дилан поворачивается к Барану, говорит, мне очень жаль и идет в свою комнату. Баран идет за ним и обнимает Дилана, который плачет в комнате. Хотя я не мог на тебя злиться, он приковал тебя цепями и спрашивает, как ты выдержал плача, тебе было так больно. Когда я спросил Дилана, почему ты мне об этом не рассказал, он ответил, я так боялся, что если я скажу тебе, то не смогу видеть тебя вечно. Баран, ничто не может ранить меня так сильно, как твое отсутствие, я бы сжег мир запрять твоих волос, пока они обнимают меня и говорят, будь здоров и будь со мной. Цеврия звонит Ханифе и сообщает ей, что открытие прошло очень хорошо, и спрашивает, как они. Хотя Джевдит планирует нанять Ясмин в качестве сотрудницы в магазин, Ясмин говорит, что не хочет быть обузой. И тогда они убеждают Ясмин. В то время как Дилан объясняет, что он очень старался сбежать, пока оставался там, Баран говорит, я совсем не удивлен, ты тоже много раз хотел сбежать. Дилан спрашивает, но меня поймали так, что я не хотел больше никуда идти, ты меня простил. Когда Баран спрашивает, ты не сделал ничего, чтобы получить прощение, как ты выдержал столько боли. Дилан отвечает, каждую ночь я мечтала спать, обнимая тебя, надеясь, что ты ныдешь меня. Когда ты сказал, я чувствовал, что схожу с ума, когда тебя не было рядом, я мечтал обо всем и так цеплялся за жизнь, Дилан, я тоже очень скучал по тебе. Когда она говорит, что я бы хотела, чтобы мы никогда больше не расставались, Баран говорит, что мы не останемся, мы прошли через очень трудные вещи, несмотря ни на что ты моя жена, я не откажусь от тебя, даже если мир сгорит и обнимает ее. Баран будет Дилана, лаская его. Пока они болтают, Баран встает, потому что у него много работы. Дилан спрашивает, передаст ли он его полиции. Баран говорит, я еще не решил, но наказание обязательно будет и идет готовиться. Сегодня утром, пока Ясмин и Харон спорят в магазине, приходит Джевдит и зовет Харона на улицу. Пока Харон жалуется, что не может быть с ней в одном месте, Джевдит убеждает ее, что она пришла только за Цеврией и дает ему время оставить все позади. Когда господин Кудрец сообщает ему, что они привели мужчин, они вместе идут в кабинет. Баран немедленно хватает мужчину за воротник, и Феррат показывает пистолет, чтобы запугать его. Когда Баран спрашивает, кто вам поручил сканировать свадьбу, мужчина отвечает, я никогда этого не видел, он просто сказал мне, что делать по телефону, мы позаботимся о наших деньгах. Баран отправляет Джихана и мужчину доставить в полицию. Когда поэт говорит, что есть плохие новости, он поймал нашего человека, и он будет говорить, он говорит, что мы приведем в действие план действий в чрезвычайной ситуации, я потерял руку из-за Барана, а он потеряет своего брата. Баран сообщает господину Кудрецу, что снаружи у нас есть еще один враг, но даже если Сабиха не напала на свадьбу, ее следует наказать. Пока Дилан находится в саду особняка, Баран наблюдает за ним из кабинета и делится с господином Кудрецом, что он очень расстроится, если я отправлю Сабиху в тюрьму, я не хочу причинять Дилану боль. Господин Кудрец, я вас понимаю, у вас разум и сердце расходятся, но если вы спросите меня, Сабиха должна понести наказание, конечно, окончательное решение за вами. Гуль пытается поговорить с Гэжой Кадер, но госпожа Кадер не говорит, а затем ругает ее. В это время Феррат слышит их разговор. Когда мисс Кадер говорит, ты будешь игрушкой Феррата, через два дня он поставит тебя перед дверью, Феррат внезапно говорит, нет, сестра Кадер, я любил его всегда. Когда госпожа Кадер рассердилась и спросила, почему я должен вам верить, Феррат промолчал, потому что мы думали о вас, мы должны были это сделать, но я даже не приложил руку к ее дочери, чтобы с ней не случилось ничего плохого. Когда она говорит, я очень люблю вашу дочь, скоро все это узнают и примут ее как хозяйку этого особняка, госпожа Кадер смягчается. Пока Баран находится в кабинете, приходит Сабиха и спрашивает ее, сканировала ли она свадьбу. Сабиха говорит, да, я отдала приказ. Когда Баран спрашивает, вы разговаривали с мужчинами, он отвечает, нет, звонил Хевен. Баран пытается понять, почему Сабиха лжет. И в этот момент приходит Дилан и говорит Гэже Баран Сабиха, что он накажет ее, я не отдам это полиции, но ты уйдешь отсюда. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok